Все. В начале нашего занятия хочу буквально два слова. Мы... Сейчас это урок, но он как бы не совсем тривиальный. Почему? Потому что мы начинаем годичный цикл чтения Торы с недельного раздела Брешет. В этот раз у нас получилось, мы совпадаем с чтением принятым. В синагогах будут читать тоже недельный раздел Брешет. Я выбрал статью, с самого начала, мне показалось, что она несколько сложнее нашего стандартного уровня этих статей. Тут много иврита. Все время крутится вокруг одного и того же, но иврита довольно много. Мне, тем не менее, показалось, что эта статья отражает, скажем, грандиозность первого раздела Торы. Мне показалось, что правильно его изучить. Хорошо? Все. Начинаем. Давайте ровняем по списку так. Вот у меня первая Талия. Талия, вы можете читать? Я извиняюсь, если у нас как бы мы договорились, что когда человек читает и есть ошибка в чтении, то я сразу поправляю. Хорошо? А перевод, вот, потом человек, мы как бы даем какое-то время, он спокойно переводит сам. Если что, как бы остальные помогают. Окей, слеха, что я внедрился. Простите, а можно вопрос? А откуда начали читать? Я что-то не нахожу. Да, сейчас я себе сделаю... Алиф Бентли, курс Лекаря Айти? Да, 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 да. А, да, 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 заглавие. Все правильно, заглавие. Да, 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 вот заглавие. И еще один, да, технический момент. Тоже мы как бы у нас договоренность такая. Фразы обычно довольно длинные, поэтому мы дочитываем до как бы знака припинания ближайшего и переводим, чтобы не запутываться. Хорошо? Все, такие правила. Теперь дальше Талия, которая начала читать. Можно с заголовка Алла Бетт? У меня собака лает. Что-что? Моя собака лает, мешает, наверное. Нет, ничего, собака нормально, отлично. Давайте ты, а не ломайся уже. Так. Алиф Бентли, могу ли курс Лекаря Айти? Вашу ванну, шарбим ли маслу ли мукар, ми берешит у бифину. Бифину. И если можно, чуть-чуть помедленько, потому что есть люди, которые... Ну, не важно, просто чуть-чуть помедленько, чтобы мы лучше успевали. Да, тут немножко это самое смазано. Это «мей», «воме». Я думаю, «воме». «Воме» от слова, ну, как бы, «меума», «воме», что-то сильно от удивления. Да? Савава. Можно перевести? Алиф Бентли, введение в курс на медленное чтение. Да? Я написал недоразвину, но не важно. Отлично. И снова мы возвращаемся на маршрут, нам знакомый с Берешит, сначала. Да. Мы заново, нет, мы бифину, в наших устах, скажем так. В наших устах мы ума. Да, я написал «возникает». Хотя здесь ума, от слова опять, ну, мы ума, удивление и все. Хочу подчеркнуть, что эта молитва, она как бы, это не просто... У него сейчас первый этот абзац, он объясняет, что подход должен быть очень осторожный, очень такой, ну, как бы возвышенный. И поскольку мы начинаем сначала, то для того, чтобы не было, как бы, автоматического чтения каждый год, да, то чтение должно быть каждый раз постараться, как бы, видеть в этом что-то новое. Поэтому, я думаю, используют слово «вома», а не обычное слово, не знаю, там появляется, либо есть, и все. Вома. Окей? Чтобы не была Тора, как запись, Герет. Ну, да, и Герет открытка даже, ну, как бы, да. Да, как письмо старое и уже заношенное. Замечательно, да. Я написал послание, правильно, отлично. И Герет, типа, послание, да, окей. То есть человек, например, поздравление с Новым годом. Да, шана ту ва и все. Так вот это не шана ту ва, то есть, ну, как бы, не шана ту ва, не такие. Просто, мне кажется, я объясняю, как бы, смысл, почему он это использует. Окей, дальше. Открытка, послание новое, которое мы читаем в первый раз. Замечательно, окей. Да, только если можно переводить, да, вот до твоей точки. Значит, вот это выражение приятное для рассмотра обновлений. Здесь цепия, замечательное вырождение надежды на новаторство. Цепия, цепия, это надежда, замечательное вырождение надежды или цепия, да. Цепия лаид хадшу. Надежды на новаторство или что-то, на обновление, на что-то новое, правильно? и пожалей меня чтобы я не упал в старость но по-русски например слово дряхлеет это означает что он как бы не просто физически стареет а он как бы ну в общем понятно у него нет свежего подхода то есть чтобы не было твоя работа старая и дряхлое у меня да 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 ну у рабинах он всегда это трудно переводить дословно да да идея правильно да работа тебе смысла моя работа на тебя тебе смысле всевышний правильно окей рак и скелиха дышат сми в холи его выходит выхольша лиха дышки нэшир не ори не урай я думаю на урай я думаю может быть да но мне кажется на урай да мишина урай ля от хей бэхоль пам мехадаш замечательно чтобы я удостоился удостоился обновить себя каждый обновлять себя каждый день и каждое время и каждый час и обновлять себя как орел в моей молодости да 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 правильно отлично и начинать каждый раз заново да замечательно окей ну может быть по таким вот как бы кусочком хорошо Аня Аня Кабулова да Аня первая ты можешь читать да так так аид хатшут мэкома бэрош вэрешуна бэсфер бэсфер бэсфера на янце сфера сфера да сфера анафшит шэль овет овет ошэм в а гэ бэ тора то да так вот это вот самое обновление или да обновление как бы сказать место вот эта хитрая фраза я над ней сегодня висела место ее место это это обновление ну бэрошева решена в первую в первую очередь да первую голову бэсфера анафшит это я не очень понял сфера ну может быть в духовной сфере я написал в духовной сфере в духовной сфере я так и поняла в духовной сфере шэль а овет ашэм в служении как это служение это стандарт это служители бога ну да я так понимаю служители всевышнего а гогэ бэ тора то и который размышляет над тора его да ну да гогэ дэот это философ правильно тот который тот который служит богу и размышляет над его тора да 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 даже без того чтобы он старался ну как ну как ну как бы ну в общем сделать дословно сделать хидушим есть такое понятие известное хидушим правильно находить какие-то новшества в торе ну да это трудно я тоже написал новаторство новшества есть такой известный термин хидуш хидуш начинает говорить человек говорит какой-то новый комментарий высказывает что-то такое я поняла как бы не было поэтому есть как бы идея такая что человеку правильно правильно постараться и как бы чувствовать что есть что-то новое даже без того что он как бы не такой крутой что он может сделать какие-то хидушим ну типа нас да окей ну да так ах 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 да но но как бы требующий ну просто старающий старающийся учить изучать туру с открытым сердцем и жаждой вот этого обновления правильно цимаон это жажда сто процентов да зухэ 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 мэмэйла 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 мэмэйли леглот бо рэвадим хадашим удостоит этот вот мыслитель ищущий удостоится в любом случае удостоится открыть в ней новые какие-то новые уровни или слои да слои рэвадим это слои рэвадим это слои новый откроет он в ней новые вот эти вот слои шело амад алейхэм кодэм аллахэм которые да правильно которые не были как бы ну известны и понятны не ну даже на которых он не стоял раньше которые он просто не знал да олэкаем бэ ацмо и для него исполнятся для него вот эти вот слова галинай истилем да галинай в обита и открой глаза мои и буду я говорить чудесное возвещать или говорить о чудесах в Торе твоей это да ну там открой мои глаза и я увижу чудеса твоего закона обита ну да обита от слова взгляд да наблюдать куда-то да и увижу я чудеса в Торе твоей да окей ну хорошо Аня Аня вторая вы можете читать? да правда читаю я плохо на иврите ну то мы все плохо читаем не я хуже всех так ну ладно я хуже да ну хорошо ну отлично у нас бы все все бы так читали плохо было бы замечательно ибо фундаментальное основатель ну да фундаментальное условие стоящее перед желающим а да это все понятно можете не искать слова просто вот как вам кажется говорили потому что сложный текст здесь должно быть гэй по-моему потому что эле а нет эле эле шетна эле ну желающим литхадеш или хадеш обновляться да 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 обновляться и обновлять то есть самому то есть сейчас я просто за как бы нашими дебрями я стараюсь чтобы как бы общая нить была он сейчас как бы основная идея такая основная идея такая что во-первых надо подходить с подхознанной новизны раз второе человек даже который не крутой и он не делает хедуши все равно все равно у него есть право и он должен достичь уровня чтобы для него это было новое теперь он ставит третье право третье даже при выполнении первых двух есть еще одно фундаментальное правило вот это третье правило которое сейчас вы будете читать да но здесь наверное шуме да я думаю с ума я думаю с ума с ума с ума от массы это нечто другое да да а здесь скорее всего гологол я думаю что с ума а лав это какое более высокое от просто ласим лев то есть с ума а лав возложен на него а с ума с ума с ума а лав да лизну ах эд га эд га эд гэргэлей га криа га га модерн модернёт га ха фуза га яфая а ля улай ле ле итон га мушлях лепах а мушлях лепах у бимком ля авор курс лекреа мэйера а ля в ля вот курс лекреа и тит ну замечательно что ему следует значит следует ему ну как бы забыть отказаться забыть от правил чтения современных быстрых правил чтения да хороших может быть для газеты которые выбрасываются в замечательно в пах да вместо этого перейти к а и вместо того чтобы перейти к курсу быстрому курсу чтения он должен перейти к курсу медленного скрупулезного как бы чтения замечательно да и обратить лягдиш свое внимание обратить свое внимание на каждый пасук ну как бы на каждое предложение и слово на каждую букву и на каждый значок так правильно да замечательно и последнее скантиляции о аз ягале о рот не старим га зор им зру им а га зру им слегаве шетин а ввэйна шетин это какое-то выражение шетин у бэйна шетин это ну в общем что-то такое знакомое честно говоря у меня не было времени от такое выражение шетин то есть я думаю что это типа перед занавеской после занавески но это идет про некоторые тайны вот тогда он откроет скрытый свет светящийся или прорастающий Ну, подожди, с Руимом, так мы можем, да, окей. Между сроками. Посаживали, да, слово Лизруа. Да. Окей. Ну, я перевел так, тогда будет раскрываться скрытый свет даже среди знакомых букв и знаков припинания. Это не дословно, но это как бы, мне кажется, его смысл. Окей? Замечательно. У нас замечательно. Скрытые между сроками. В строках? Да, 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 да. Можно посмотреть, я тоже, я не успел посмотреть. Есть такое выражение что такое я думаю, что это по-русски да, 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 окей. Это то, что не написано, но то, что... Да, 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 окей. Тали, мы можем дальше? Я тогда вопрос. Сейчас, секундочку. А чья эта статья? А, да, я извиняюсь. В конце написано, нет? Ну, это книга, есть издание пятикнижный Раф Ханан Парад. Вот. Это его последняя, это его первая книга Брешет. Это его статья оттуда. И вообще, как бы, вот этот вот весь наш курс по чтению неогласованного текста. Я выбрал Ханан Парад, и я его очень, как бы, люблю. Он, грубо говоря, это религиозный сионизм, но он построен на классических комментариях, у него есть свои выводы. Он очень-очень близок к Эрдисраэль, Турат Исраэль, Ам Исраэль. Мне он очень нравится. И, как бы, ну, вот мы по нему идем. Но вопрос был по месту, что я этого не сказал. Окей? Сейчас мы сейчас начинаем, как бы, это вот было прелюдия, да? А сейчас мы начинаем вот этот немножко зубодоробильный текст. Ну, мы нормально, мы с ним справимся. Окей. Начинаем. Я здесь постараюсь быть очень близким к дословному пониманию, и нам даже не важно, как это будет, насколько гладко по-русски. Вот он, этот заголовок, это выражает то, что сейчас будет объясняться дальше. Потому что слово брешит подразумевает, это смехут, должно быть два слова. Вначале чего? Поэтому человек, который читает на иврите и ухо на слове на иврит, он тут же, как бы, проваливается, потому что должно быть брешит чего? Например, брешит, мамлехит там чего-то. А, поэтому пишешь, брешит, ма, вначале чего? Нету, нету слова, которое стоит после брешит. Это главная загадка, которую мы постараемся понять, исходя из латических комментариев дать. Вот это вот главная проблема, которая разбирается в этой статье. О'кей? Замечательно. Можно перевести? Да, для того, чтобы нам это... Ну, я написал, для лучшего понимания. Ахмашат, это всегда, как бы, делать визуальным, делать более понятным. То есть, какие-то абстрактные вещи, которые непонятны, можно пересказать другими словами, для того, чтобы они стали более-более понятны. Ахмашат, а двоим, да. Мы должны всмотреться в первое предложение в Туре. Да. И не сосредоточиться в первом слове и на первой букве, которая открывает Тору. Замечательно. В начале создал Всевышний, небо и землю. Ну да, вот у нас сейчас тоже, но мы будем все время про это говорить, что на иврите, это можно по-разному перевести и понять. По-русски это все время в начале, в начале, поэтому мы будем говорить в начале, но при этом все время будем в скобках как бы понимать, что он все время будет обыгрывать, на иврите это начало, на этом есть игра. По-русски, к сожалению, такой игры не очень получается, потому что это все время слова начало. Окей? Ну хорошо, но все было правильно. Но я думаю, можно дальше еще. А Милаба решит, Мяурэрит, Мияд, Симан Шейла. Берешит, Ма. Шарэй, Ханэйну, Милаба, Ки Несмах, Лилом Сомех. Лилом Сомех, это я там подчеркнул, поэтому в сканировании остались эти самые. Ну неважно, да все правильно? Можно перевести эту фразу? Тоже красивый вид. Слово в начале, Милаба решит, оно сразу возникает у нас знак вопроса, в начале чего? Ведь перед нами следующее слово. Сейчас, секундочку, Несмах, Лилом Сомех, это просто грамматика. Это означает, что у нас одна есть часть. Не приложено. Что-что? Не приложено к нему. Ну да, да. У меня вдруг вылетел из головы. Хадарох, как это называется? Смехут. Смехут, правильно, да. Вот у меня были, да, вот перед нами должен быть Смехут. Правильно? В этом Смехуте есть Несмах и Сомех. Да? Так вот, Несмах, это брешит, а Сомех, это второе слово. Хадар, Охель, Охель, это Сомех. Правильно? А Хадар, это Несмах. То есть он на что-то опирается, а здесь вот этой как бы опоры нет. И поэтому вот это он говорит, брешит, ма, а что даже, почему нет того, что следует за ним? Окей. Ну, я думаю, еще можно прочитать. Мы можем, поскольку у нас как бы трое, то мы можем побольше над кусками читать. Окей. В этом вопросе уже затруднялся и так он спрашивал. Замечательно. А я не лихтов берешуна, А я не лихтов берешуна, бава, ше ин лах решит бэмэкра, ше инно давук лэ, тива шелахарав. Кому берешит мамлэхот, Йоаким, Йоаким. Окей. Йоаким. Решит мим лахто. О, замечательно. Вот это уже вопрос, который задает, а что он пишет? Было бы ему нужно написать. Ну да, ему следовало бы написать. Потому что, ше инно давук лэ, ше инно давук лэ, ше инно давук лэ, не, сейчас, секундочку, секундочку, сейчас, только это важно. Как бы ему следовало написать? Не брешит бэра, а как? Баришуна. Ну да, потому что, Баришуна это не смехут, Баришуна это нормальное слово. Баришуна это бэра хала, правильно? А вот с Баришитом есть проблема. Окей? И у него нет Решит в Бомикра. Ну как? Он когда, это выражение инно давук лэ, в смысле, ты нигде не найдешь. Ты нигде не найдешь выражение. Ну, в Ториемикра, да? Да, потому что Бэ, Бэ, это вы. Ну как по-русски, вы начали, правильно? Окей, поэтому если стоит Бэришуна, Бэришуна, тогда очень просто. Это вы начали. Решуна это начали. Теперь дальше. А если ты говоришь, что Решит это как бы слово как бы значащее, то тогда? Бэмикра, это писание, да? Бэмикра, это писание, которое не было Ну, как очень прилеплено, он говорит про смеху, правильно? Да, не было прилеплено к слогу, который после него. К слову, то есть после, после слова Брешит, да? Должно было быть по идее, по грамматике, должно было стоять в начале чего? А здесь нету. И поэтому это огромная загадка. Вот, и дальше. Так, как Бэрешит, Мамлехот, так же, как у Ирмияу написано, что в начале царствования Айокима. Да, 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 Бэрешит написано Рашит Мимлахто. Да, или, как, например, написано Решит Мамлахто. То есть слово Решит в начале его царства. Вот это вот Мамлахто у нас отсутствует. Это огромная проблема. Или, как здесь Мамлахот Йоаким. Это проблема. Вот висит возле это проблема. Окей? Хорошо. Аня, ты можешь дальше со слова Амнам? Так, это я что-то? Ну, да, ты. Да, А, ты будешь Аня, а вторая будет Анна. Хорошо? Так мы будем различать. Окей. Амнам Бэ Амэшех дворав. Бэмшех. Бэмшех. Бэмшех дворав Амэгий Раши. Догма от Йоца от дофэн. Да. Шэбы гэн яво гам не смах лэло сумэх. Так, и действительно. Амнам, Амнам, да, я прошу прощения. Амнам, это всегда как бы немножко отрицание предыдущего. То есть, с одной стороны, он сказал, что такого не бывает. Амнам действительно или все-таки. В продолжении своих слов приводит Раши правило Йоца вот какое-то выходящее, как бы. Это стандартное выложение. Йоца что такое дофэн? Что такое дофэн? Дофэн это стенка. Как на иврите кесаревое сечение? Блин, у меня он снова вылетел из головы. Да, это вы правильно сказали, но что-то было с дофэном связано. Ну, но Йоца дофэн это что, что выходит за дофэн? Да, когда строят фюгуту, там есть тфаним. Вот эти тфаним это стенки, поэтому Йоца дофэн это переводится как исключение из правил. Однако, значит, однако в продолжении своих слов Раша приводит исключение из правил где вот есть вот этот вот в которых есть вот этот не смах я не знаю по-русски как это перевести, но мы понимаем что это определение безопределяемого ну давай так потому что как бы по-русски нет смеху то есть наоборот там не знаю самолет но это как бы одно слово а не два но это самолет получается да у бехлалан бехлалан афамела решит и где вообще там только вообще даже и у бехлалан и в их общности то есть вот есть такие из ряда вон выходящих а среди них даже ни слова решит то есть вообще говоря есть такое но это очень редко и приводит пример я посмотрела как он выглядит и скажу как сказать конец возвещу я конец от начала да предвещаю начало то есть мы видим что есть 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 но очень редко да это вот здесь вот решит тоже есть без несмах то есть есть несмах без сумех окей Дальше Ах Ах Эцем Увда Шеа Тора Бухерет Лифтуах Балашон Ко Надира Да правильно Однако факт состоит суть состоит в том что Тора предпочла сам факт того что состоит в том что Тора предпочла выбрала открыться с Балашон с такого редкого с таким редким словом или таким ну в смысле таким редким Балашон Балашон это Балашон да грамматика лингвистика не знаю да Умера Даршени говорит это тоже стандартное слово объясни меня то есть это надо обязательно как-то интерпретировать и объяснить потому что это не по-простому окей хорошо можешь еще дальше почитать поэтому объясняет Раши вводное начальное открывающее предложение Торы таким вот ну да и еще про эту первую фразу то есть про открывающий про зачин вот этот Брешит Бара да и как он объясняет так да ну вот объясняет молодец если если как бы говорить по-простому или по-простому то говори то говори вот то комментирует так в смысле как по-шелу так Брешит Бриют Шамэн Брият то есть в начале сотворения неба и земли это практически то что да да в Хошах значит земля была безлимная пуста и тьма там и в Йомэра Ким и Еор и сказал Бог да будет свет в Бришит в Бришит Бара Кмо Бришит Баруа Бро Бришит Бро в начале творения он говорит да в начале сказать не в начале сотворил а в начале сотворения в начале творения а ты все правильно перевела значит я опять я только стараюсь как я это понял да проводить вам красную нить чтобы у нас не терялось за этими чаще этих русского перевода и вся основная идея есть идея такая что Рашик говорит он все-таки говорит что если ты хочешь по-простому то это в начале творения то есть после Бришит должно быть то должно быть вот этот сомэх то есть поэтому он говорит бро творение и дальше еще второе обратите внимание сейчас он будет это объяснять Ханан Парад что Рашик говорит для того чтобы понять по простому смыслу надо три первых пасука сделать в одну фразу в одну огромную длинную фразу Бришит Брият Шамайм Ваарес в начале сотворения Брият здесь это слова которого нету Бришит Брият Шамайм Ваарес Ваарес Ата Това Вау и земля была ну сейчас пустынно и безвидно как угодно хаотично да дальше Ваарес Ваарес сказал Господь будет свет и стал свет и тогда если вот эта огромная фраза тогда она нормально по смыслу воспринимается но это все-таки нет так как это написано да поэтому Раша говорит что это вообще исключение из правил но смотри если хочешь по простому то это так окей ну хорошо вот у нас есть Анна да Анна которая можно я еще скажу вот Берешит Бро это как раз чистый смехут когда два существительных подряд именно в начале сотворения так как мы обычно переводим да 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 Берешит Бро это ну ясно так окей Ли фи перуш зе немца шешлешат тапсуки маришу ним ше бетора инам эля мишпат эха дарох а ну вы уже перевели умурка нет нет это я сказал я забыл но эт басука шеши в ее марилогим е ор в ее ор ушне апсуки мак кодмин инам эля мэтарим этам ацав эазман шекадму лебряк о каор ну по этому толкованию первые три псука вторые должны быть не что иное как одно длинное сложное предложение да рог и мурка длинное и сложное сложное составленное как смысл которого как бы выпирает в третьем псу ну наут в смысле воткнут правильно да да именно находится в емор и сказал всевышний да будет свет и будет свет и был секунду понятно почему да потому что если мы говорим в начале сотворения да то непонятно а что сотворено и поэтому реальное сотворение то есть реально когда что-то мы видим появляется это только о поэтому говорит должно быть длинная фраза которая говорится и в начале сделал что сделал а и в начале сотворения а и сказал свет и появился свет и мы понимаем что в чем творение состояло первое творение и все творение это был свет поэтому рашид говорит должно быть такая должна быть такая длинная фраза которая объясняет окей дальше да вот в данном случае надо было бы иметь тору и вот эти предложения за честь тогда это было более понятно Ну, хорошо, но мы считаем, что это нас в Бухаре, но мы более-менее три фразы, эти мы знаем, правильно? Окей. Вэшне и Апсуки, а, ну это да, а, ну это вы перевели, да? А, и два предложения предыдущих, не что иное, как описание состояния времени, которое предшествовало сотворению света. Да, все правильно, только обратите внимание, подчеркиваю, да, значит, первые два фасука, это какие? Брешит барай луима ташамам бета арас, ваарас ата тоу ва богу, это два, а третья, и сказал будет свет, да, и появился свет. Теперь дальше, обратите внимание, очень важно, что он говорит, что первые два, первые два фасука, вот дальше, эй нам эла мета арим, то есть они сами по себе, в них нет никакого творения. А они описывают чего? Мацав и Азман, то есть время и место. Они описывают, как мы дальше видим, некоторую оболочку, внутри которой уже происходит творение. А первое творение это Ор. Шекадмо, а, шекадму слиха. Что было перед сотворением Ора? Да, 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 шекадму, вот эти вот два, два, два первых фасука, они описывают мацав в Изман, то есть время и место, да, или состояние и время, да, которые предшествовали Брията Ор, правильно? Созданию света. Хорошо, ведемся дальше, yes. Но надо признать, что довольно запутанные толкования с лингвистической точки зрения. Правильно. И душа почти доходит до того, пока не доходит до... Ну да, 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 и нашама хима хураха, то есть говорят, грубо говоря, ты вообще кончаешься, прежде чем ты наконец доходишь до Брия Ор. Хорошо? Ну вот слово мыссурбале, оно известно, это слово, это оно в современном мире совершенно нормально, правильно? Когда мы просим, что мыссурбале, потому что громоздка, вот типа громоздка, громоздка, наверное, да, громоздка, это хорошо, Парусь. Окей, хорошо, можно еще? Да. Брам, га коши, а гадоль ба перушо шэль раши, эно, и тмаце, рак ба гэбэта га сегнуни, эля ба шээля маутит хамура гарбэ йотэр. Да, можно перевести до сих пор. Однако главная трудность в толковании раши, она не находится только в стилистическом аспекте, а в существенном вопросе, серьезном, более серьезном и существенном вопросе. Более серьезном, правильно, хамур это, да, ну, как бы, в данном случае это серьезно, да. Дальше. Сейчас поймем, все нормально. Да, 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 сейчас. Значит, по этому толкованию получается, что выражение «и земля была хаосом и там бездной» описывает состояние перед творением. Да, предшествующее творение, неправильно. И в самой нет ни малейшего упоминания о сущности творения мира, как ешь ми айн, есть ми из ничего. То есть творение из ничего. Да, то есть известно, что один из принципов веры, он дальше будет говорить, это то, что в иудаизме считается, что все было створено из ничего. И для этого используется слово «бара», которое не используется для того, что, например, делает человек. То, что по-английски читается creation, creativity, это точно, это говорится, то есть художник, он тоже как бы занимается креативностью, правильно, или по-русски творить. Его по-русски говорят «творить», то же самое, творить. А на иврите слово «бара» – это только имеет отношение к Всевышнему. И это выражает творение, которое ешь ми айн, то есть сущие из ничего, творение из ничего. И он говорит, что по этому объяснению Раши, которое, во-первых, очень длинное, то есть его просто очень тяжело как бы дойти до конца. Но кроме того, оно как бы, да, представляет нам ситуацию, что сначала было два первых кусока делают некоторую оболочку, время и место. Правильно? А потом создается свет. Но здесь нет никакого выражения, в принципе, ешь ми айн. А это обязательно должно быть. Поэтому он говорит, как бы, ну, хорошо, хорошо это сделал, но вот есть такая проблема. Окей. Ну, хорошо. Давайте я уже закончу и до следующей. Да-да-да, пожалуйста. Да-да-да. Он классно очень сказал, философ, да, сейчас к этой фразе дойдем. Окей. Ну, хорошо. Чтобы не показался вам этот вопрос слишком легким. Да-да. Творение мира из ничего, это из, один из принципов, нет, ну, один из принципов еврейской веры. Правильно. Которая противостоит полностью этой греческой философии. Сейчас, секунду, вот это вот и, просто же, понимаете, это и, это основе слова кшиила, правильно? Она, в смысле, шиила здесь. Окей. А, подожди, подожди, нет, не поняла. Этот вопрос, он, почему, потому что принцип ешь ми айн, это основа веры. И она стоит, она, в смысле, вопрос, она шиила. А не вера ли израильская стоит, вы не гудли, греческой философии? Скорее всего, вера. А, да, может быть, да, кстати, может быть. Да-да, скорее всего. Да-да, правильно, не шиила, да, правильно, это ешь ми айн, все оно точно. Которая, ну, дает версию такую, что материальность, она предшествует. Сейчас, секундочку, только секундочку, да. И это сейчас, как вы правильно сказали, мунат и сраиль. Так вот, и ум этот бы не гуд, и она прямо противоположна чему? Да. Глубо говоря, стоит противоположна. Да, греческой философии. Правильно, которая вот это вот. Которая первое место дает материальности и утверждает, что... А, и как сказал один философ Раббана Гамлеева. Как сказал тот философ, но он как бы не знает, какое его имя. Он говорит, тот, который упоминается в Талмуде. Что тот философ сказал? Он великим художником был ваш бог, но... Он великим художником был ваш бог, но как бы по готовым уже лекалам, по готовым... Правильно, я перевел так. То есть ничего он тут не сотворил, да, а как бы объел уже то, что было. Ну да, ваш бог великий художник, но он нашел уже готовые холсты. То есть идея такая, что вначале была материя, вначале было что-то, а дальше как бы, ну, действительно, как бы художник идет переформатирование. Были краски, был холст и как бы Всевышний сделал, а это находится в прямом противоречии. Окей? До этого понятно, правильно? Идем дальше. Аня, по-моему, правильно? Нет, Талия, это вы, смеха. Баришит Барайлоким. Это Хомер Айюли. Айюли. Ну, мы сейчас будем говорить, что Хойюли, это вообще понятно. Вообще это типа эфира что-то, какой-то первоначальный Хомер. То есть вначале создал Всевышний, это... Да, этот Хомер... Вот какой-то эфир, да, Хомер Айюли. Мне кажется, я сейчас уже читаю по десятому разу, вот, и мне кажется, я теперь еще как бы лучше понимаю, это вот, он тут начинает другую концепцию, которая не так как Раши. Потому что он все-таки, видимо, говорит, что это Баришит Бара, это не подготовление какого-то пространства, а сотворение все-таки чего-то. И он говорит, что это чего-то, это Хомер Айюли. То есть вначале Господь сотворил какой-то... Вначале Он сотворил что-то, а потом был свет. Окей? Вот это Хомер Айюли. Хомер Айюли. Окей, дальше. Так, значит... Значит, по сравнению с объяснением Раши, насколько ясно объяснение Рамбана, который видит в трех этих предложениях первых, три разных, отдельных предложения. Да, правильно. Этапа, после этапа, каждый этап в продолжении создания, творения. Процесс, процесса. Ну, процессы, хорошо, нормально, отлично, все правильно. И первый пасук, он нас учит тому, что... Брията Улям, создание мира, ешмяйн, в элифихах, но кэт ху бэлашон бара, кедевре рамбан. Да-да, хорошо, остановимся сейчас на этом, да? Так вот, как это, а пасука решен, как это перевести? В первом предложении, в первом суке, да, учит, он также нас учит о создании мира из ничего. То есть он говорит, что это не одно составное большое. Это три. Да, где первый, но только для третьего. А он говорит, нет, брия начинается в самом первом. Да, и вот это вот брия, это брия ешмяйн. Это вот, это самая первая брия. Дальше было тихо, но кэт уру... Поэтому, и в соответствии с этим он употребляет в элифихе бара. Он, в смысле, рамбан, правильно, он рамбан. Кедеврей рамбан. Нет, это потом объясняет. Это, наверное, имелось... Нет, как говорит рамбан. Он, я думаю, он говорит рамбан. И вот как говорит рамбан, кедеврей рамбан, по словам рамбана. Дальше. Ешмяйн, да. О, это то, что я пытался даже перед этим сказать. Ну так что он пишет. У нас нет в святом языке. Ну, в смысле, что-то, что выражает ешмяйн, да. Ешмяйн, только слово бара. Ну да, то есть бара, бара, это совершенно уникальный процесс, который ешмяйн, который всевышний. Ну да, а вот, что он пишет очень интересно дальше. В Харках, после того, он после этого никогда не употреблял это слово бара. Да, но я не сотворил ничего из ничего. А только создал и сделал. Правильно. То есть бара, больше слово бара не употребляется. Бара, это было что-то такое, это был некоторый уникальный процесс в начале. Правильно? А после этого глаголы только яцар вааса. ОК? Ну хорошо, давайте тогда может быть еще один параграф, а потом Аня. Барам, шамим и рыцарь, которые мы видим, есть мяйн, аиннам шамим и рыцарь в метаконтах ноделых. Это не битой для хомера глуми. Хомера... Я думаю, я думаю. Я хотел сказать, что это глуми. Да, да. Балашона Рамбан, альпи Торат Йеван. Да. Бринкаут. Ва бемецеют, бемецеют... Решуни, тут буквы немножко стерты, да, решуни. Зу колелит это хаваят Ахомер. Да. Окей, сейчас он объясняет, сейчас будет объяснять, да, что мы сейчас рассматриваем, что было произведено в результате Бара, да, и то, что было произведено в результате Бара, вот этот Хомер Гиули, он является как бы протоосновой для создания чего-то, что похоже на то, что мы знаем уже как бы Шамаем Ваарец, а это через глаголы Яцар Вааса. Окей, тогда переводим. Но Шамаем Ваарец, они созданы... Варам это однако, правильно? Это всегда как бы однако русского, да. Шамаем Ваарец, которые созданы Ешмиаин, они не те небо и земля, которые мы знаем в современном... Да, вот это очень хорошо. Матконта, манухахид, правильно? Все женщины знают, что такое матконы. Матконт – это рецепт, который не как бы соответствует современному рецепту. Окей? Выражение для Хомера Гольми... Хомер Гольми – это типа на современном мире полуфабрикат. То есть это чего-то, которое является первичное, которое еще не оформлено. Но какого-то не... Первичное вещество. Предварительное, потому что у нас есть, например, Мусак такой... Ревах Гольми. Это предварительное... Правильно, Ревах Гольми – это значит, это что-то типа брута, правильно? Это не нет-то. Это же не окончательное, да. Да, это не окончательное, да. Ну да, про это я говорил. Хомер Гольми, правильно. Поэтому здесь что-то, нечто общее, а не это. Безформленное, как угодно, скорее всего. Который еще не переработан. Да-да-да-да-да. Который не соответствует этому матконат махахид. Окей. Так, по языку, по выражению Рамбана. Соответственно, есть... Греческая философия. То есть Рамбан тут идет по греческой философии. У них был эфир. Он его не называет, слово эфир, а он называет Хомер Юли. Окей? И первым... Мецеюте... Я ввязал, это первичная реальность. Мы называем реальность. Правильно? Да. В первичной реальности это включает и также Аваята Хомер. Ну да, он говорит, что все-таки тут есть Аваята Хомер. То есть, несмотря на то, что все эфирно, но тут есть уже создание чего-то, как бы существенного. Хомрани. Правильно? И он говорит, какие? Аваята – это существование, нет? Или что это? Я думаю, Аваята Хомер – это в смысле присутствие некоторого вещественного. То есть, он говорит, что эфир Бара – это все совершенно эфирное. Тогда человек может сказать, послушай, если это все эфирное, то это все-таки не создание. Это может как угодно. Грубо говоря, если пощупать руками нельзя, то это что-то не настоящее. Он говорит, нет, но это все-таки не так, потому что в нем как бы есть прообразы настоящего. Это вот и есть в Мецеюте, Мецеюте, где-то было Мецеюта, Аришуницей, Кулерет – это Аваята Хомер. То есть, некоторое существование материала только не в привычном нам виде. В зародыши, скажите, как угодно. Да? Дальше. Аарец. Аарец – земля, это… Нет, он сейчас перечисляет, какие Аарец. Это Аваята Рох, Аваята Рох. То есть, это выражение… Нет, и тут разделяется так, он говорит, есть две, два, две, два Авайот. То есть, два как бы нахождения. Аваята Хомер и Аваа Таро. Правильно? Ну, как бы так разделяется. Аваята Хомер – это Аарец, а Аваята Рох – это Шамайм. То есть, это вот так, да. Ашер. Да? Да-да-да, все правильно. Из которых будут переработаны или сделаны, да, слово «яйцу». То есть, а, сформированы, вот. Из которых потом будут сформированы что? Миры Хомера. Существенные, да, материальные миры, скажем, да. И как бы духовный мир, который знаком и нам. Хорошо, что мы видим, более-менее понятно. Окей. Хорошо. Ань, ты можешь дальше? А Авая? А Авая Юлит. Да. Зу Мукдерет Бешэм Того Вавогу. Замечательно. Яфэ, слиха, яфэ. Яфэ, переш, слиха. Яфэ, переш, элу Рамбан. Правильно. И вот это вот, как сказать, первичное, первичное, первичное бытие. Я бы сказал, первичная реальность, да. Определяется, определяется вот этими словами, описывается словами. Того Вавогу, ты же мы перешли ко второй фразе, понимаете? И как красиво, какими словами объясняет это, комментирует это Рамбан. Да, давайте посмотрим, что пишет Рамбан. Того Лошон. Ты и я. Ты и я. Это Того, это, как сказать, заблуждение. Замечательно, да. Того – это недоумение. Знаете, в современном вреде есть. Они Тогое. Есть как бы несколько выражений удивления. Когда человек говорит... Выражение удивления. Да, есть несколько выражений, синонимов. Слово «удивляться». Не Флада, Вар или как. Из них самое сильное – это Тогое. Тогое – это, на мой взгляд, на моем языке человек говорит «Я в шоке». Я в шоке. Вот это вот это шок. А не Тогое. Человек с открытым мтом и говорит «Вау». Вот это «Вау» – это Тогое. На шоке и я. Это выражение удивления. К Тогое – а решенот. Как... Ну, как тот, который вот обалдевает. Первый раз от чего-то... Ну, вот эти вот решенот, он видит что-то первоначально, что-то никогда не видел. Стоит перед бездной и говорит «Вау». Да. Кило лаваш эдаин цора. Которое, как бы, не облечено еще в форму. Да. Это вот эти решенот, которые до сих пор не облекли знакомую ему форму. И поэтому человек, который видит что-то, к чему он не привык, он открывает рот и говорит «Вау». Вот «Вау» – это и есть Того. Да, окей. Зе – а цора Анильбешет Лехомер, а зе – некрят Балышон Акодыш Богу. Замечательно. Это форма, которая уже облеклась в материю. Нет, которая надевается. А цора Анильбешет Лехомер. Ну, да. Которая одета в материю. Это пассивная форма, да. Ну, да. Цора – то есть форма, которая надевается. А Анильбешет называется на святом языке «Вогу». «Тоу» – это было «Вау». В смысле ничего. А вот «Воу» – это уже мисс Геррат Рамка, которая на это одевается. Вот так это решено. То есть вот по Рамамаму есть три вещи. Это «Хомер» и «Юли». Это первая фраза «Брешит Бара». Потом, я стараюсь не запутаться, «Тоу-Воу». Это вот это «Вау». И надетая на это «Вау» потом мисс Геррат Рамка. Тоу-Воу. А дальше будет уже свет, да. Так, и вот это вот «Мела Мурхава» и вот это составное, как бы, составное слово. Посмотрите, конечно, будет красота, да. Так. Так, «Калумар Бо Гу, Бетух, Ахомер, Гнуза, Цора». Так, теперь у меня к вам вопрос. Посмотрите, вот это вот слово «Бо». В нем. Да, в нем. Вот это вот «Бо» откуда? Скрытое в скрытой форме. Подожди, сейчас дойдем. Просто надо понять, понимаете ли вы, вот это вот «Бо» откуда это? «Бо Гу», «В ней». «Бо Гу». Обратите внимание, вот здесь «Тоу», правильно, а здесь «Боу». И получается, что «Бо» – это которое в нем «Тоу». То есть «Боу» – это которое в нем. То есть он связал даже два этих слова. «Бо». «Тоу» во «Боу», да. «Тоу» – мы сказали, что это бесформленное. А «Боу» – это рамка, надетая в нем или на него. Слова, они очень похожи по смыслу. Они только отличаются этим первым «Бо». «Бо» – это в смысле «в нем». Это рамка, которая в «Воу». Окей? И вот это он объясняет. «Боу» – это «Мила Муркевит». То есть там «Мила», которая состоит из «Мила Тоу». К нему прицеплено сверху сначала «Боу». И получается «Тоу» во «Воу». И видно, что они связаны меру с собой. Это дает ему основание сказать, что одно – это неоформленное. А когда он говорит «Боу», то это цура, которая надета на вот это вот самое «Воу». Окей? А что в скобах написано? Так, «Бетох Ахоны» – «Гнуза Ацура». Правильно. Внутри вот этой материи скрывается форма. Форма, правильно. Внутри материи скрывается форма. И это говорит вот этот «Бо». Вот это потрясающе то, что говорит Ромбан. Ну, понятно, что, наверное, Раши считал, что это не Пшат. Поэтому он сделал, ему не было другого вывода, кроме как сделать огромную трехступенчатую фразу, которая кончается отворением чего-то, чего мы понимаем, что такое «О». А вот Ромбан, который идет по греческой философии, скажем так, он это, ну, как бы, действительно, там есть «Ешме Айн», и потом есть «Тоу Лаво», и потом он доходит до света. Ну, хорошо, читай дальше, плиз. Так, им не рце «Леймек». «Ле Гагамик». Ну, в смысле «Углубиться». «Углубиться». Если желаем углубиться. «Бе аквот» Ромбан. «Бе аквот» – это «За». «За артиское толкование Ромбана». «Экшар Шанитен Леосиф». Нетан, но только нетан. Нетан, Леосиф Веломар Берух, Берух Дварав. Так, возможно, как это сказать, добавить… Нет, ты где? Ты с самого начала идешь? Нет, ты со слова «Экшар» переводишь? Экшар, да, можно, возможно… Если мы будем идти, если мы пойдем, хотим углубиться в то, что говорил Ромбан. Да? Можно добавить что-то. Ну да, можно добавить в духе того, что будет Ромбан. В духе его слов. Да? «Ше анела богу». «Машмаута» и что слово вот это «богу». «Машмаута» как это, смысл? Ее смысл. Это надо то, что я пытался сейчас объяснить. Я забежал вперед. Ее смысл. «Ше бо». То, что в нем. То, что в нем, правильно. «Ха ину, бэ хавая, а гольмит». Это ха ину, это будет… Она представляет собой, да. Вот это вот первичное, как первичное, неоформленное бытие. Это первичное бытие, неоформленное бытие. «Масуй, а гу, а гу, как это?» Переводит слова, которые как бы непривычны нам «тоу», «ваво», переводит на более привычные. То есть «тоу» как «гу», а «боу» как «ше бо». Ну вот мне кажется это так. То есть переводит на более… разбивает на более простые выражения слова. «Масуй, Масуй». А, нет, ну да, ну хорошо, да-да-да-да. Смотрите, он продолжает рамбан, он сейчас делает потрясающий вывод. «Масуй, имеющийся он, а Рибону Шерлалам, это что к чему относится, я не понимаю». Сейчас, 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 одну секунду. Сейчас, Аня, одну секунду, я прошу прощения. Смотрите, нам важно, мне кажется, не потерять смысла. Какой у нас смысл? Мы сейчас по рамбану дошли до чего? Мысли до того, что «тоу-вау» – это что-то бесформленное, первичное, в котором что-то находится. Правильно? Что сказал рамбан? Что находится в «тоу»? Он сказал, что в «тоу» находится как бы мисс Герретт, правильно? Находится его формуление цура. А вот Ханан Парад, он, видимо, делает хидуш. Либо он где-то это прочитал, либо это его хидуш. И он говорит, что в этом «тоу» находится «у». А кто такой? А он, а он, а, всевышний, либо он ушел. А, а он говорит, а в этом «тоу» находится, либо он ушел. А вот это шелит, это мипной мини, мини, а что за слово такое? Это аромейское. Это что-то аромейское, да. Сейчас, 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 сейчас. Нет места свободного от него. Нет места свободного от него. Да, это выражение. Нет места свободного от него. Нет места свободного от него. Нет места свободного от него. А, вон там, чтобы «эйн маком пануй мемену». Да. Слабо пустого от него свободного от него. Ну, то есть, что он этим отбивает? Он отбивает то, что, с одной стороны, тоу бесформленное. То есть, там ничего материального нет. В нем ничего не может быть. И поэтому роман говорит, что «воу» следующая – это некоторое оформление. А Ханан Парат, он как бы говорит такую штуку. Нет, там есть «он». А что такое «он»? Мы же говорим, что там ничего материального не было. Он говорит, «он» – это Всевышний. Почему? Потому что вообще нет такого места, где его нет, в том числе этого эфира. Ну, вот это как бы так ответно, да. Окей. Так, сейчас уже потеряло. Так, «выгу». А «мехае». А «мехае». А «мехае» – это «тогу» въёцер ор метох а… Метох а… Шкор. А «шкор». А «шкор». Ну, тьмы, тьмы. Тьмы, да, я поняла. И «он» в смысле «владыка мира Всевышний», да. Убирает как бы… Не-не-не, «мехае» оживляет. Что? «Тогу». И он тот, кто оживляет вот это вот бессловно. Оживляет вот это «тогу» и создает свет, и посреди, как бы, посреди тьмы, что он получает. Ну, из хошиха. То есть, вот сейчас мы переходим к третьей фразе. А-а-а-а. И тогда понятно. «Ваен Рон Ким» – «ге Орвы». Он рассказал «Бог добыть света» и стал свет. Ну, хорошо. Окей. Да, прочитай. И до конца прочитай прессию. До конца. «Миколь Маком». «Намцину Ламадим». «Намцину Ламадим». Ну, это такое слово. То есть, мы четко поняли. При всем при этом находим… Нет, «Шелефанейну». «Просто перед нами». Перед нами три этапа процесса сотворения. Да, потрясающе. Значит, первое. «Брият Аулам Ешме Эйн» – «Создание мира». Ешме Эйн, да. «Не из ничего». «Теор Амацаф Ахи Юли» – «Ше Ле Ахэр Абриян». «Ле Ахабриян». И вот это вот «теор» – это что такое? Поздание этого эфира, говоря по-гречески, да. Окей. «Мацав» – первоначального какого-то состояния, что «которая после сотворения…» Где «после сотворения» на библии? А Мехуне… Да, правильно, правильно, молодец. Да, после сотворения, да. «Которая, которая мы известны нам в Торе…» Нет, «которая называется…» «Мехуне» – это просто… Спасибо, правильно? «Мехуне» называется в Торе ТОГОВОГО. Вот это первичное какое-то там. Да, то есть у нас есть… Смотрите, есть «Ешмэ Айн», «Еш ТОГОВОГО», и есть третье. Ецерат. Ецерат. Мациют Мокдерет Альшуна Ало и Аор О, замечательно Создание, как бы, сказать Мациют известный Нет, реальности А на третьем этапе создание реальности Настоящей реальности Которая Этот вот свет, как бы Да, который называется свет Ну все, мне кажется, мы замечательно Я предлагаю, давайте остановимся сегодня на этом Потому что У нас явно есть Заявка закончить эту статью за два раза Потому что мы дошли где-то до середины В таком замечательном темпе Мы вполне можем это закончить за два раза Но, смотрите, на мой взгляд, очень интересная вещь Я читаю вместе с вами Еще лучше понял То, что я пытался понять до этого Ну, всем спасибо Было совершенно замечательное занятие Мне кажется, дико интересно Да, да, очень Да, мне кажется, дико интересно Дико интересно То, чего я искала всегда Чтобы читать на ивритский Переводить именно в то есть Да, 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 да Я совершенно согласен Через 25 лет я это нашла Да, я совершенно согласен Потому что мне кажется Правильнее вложиться на, я не знаю Какое-то время Полгода, год или несколько лет И врубиться все-таки в иврит Потому что чтение через иврит И понимание Это настоящее понимание А изложение просто по-русски В двух словах Так, так, так Это совершенно не то Человек просто реально В это не может врубиться Если он не переживает иврит Который там есть Окей? Хорошо? Отлично Ну, все, огромное спасибо Вы, кстати Вот эти вот Две милые женщины Которые сегодня участвуют Первый раз А вы в нашей группе Телеграма Или нет? Откуда вы узнали что-нибудь занятие? Мне Тали прислала Это я узнала Откуда я узнала? Я не По-моему, в Фейсбуке Где-то А, хорошо Знаете что? Я вообще У нас вся информация По этим занятиям И плюс еще Я делаю Каждый день Такие специальные Очень небольшие выражения Из-за всяких Традиционных высказываний И народ их Старается переводить Народ, правда Обычно это Аня и еще кто-то У нас есть группа В Телеграме Значит Я могу Вот сейчас просто Пока вы еще здесь Давайте ссылочку Да Я сейчас Остановлю запись Сейчас полсекунды